Сколько раз вы слышали фразу олдскул? Я уверен, что достаточно много, но обычно те люди, которые говорят олдскул, являются крайне молодыми людьми, которые в этом ничего не понимают. А вот этот летсплеер, реально олдскульный человек, он делает ролики по 3-4 раза в день, при этом ролики наполнены неплохим юмором, а по голосу позавидует даже бекражный босс. Настоящий олдскульный геймер. Олдгеймер. Подписывайся и смотри, ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Что прям пипечь. Итак, я говорил про сырость волков, и мне тут на самом деле нечего даже добавить, разве что почти целый месяц нету патчей. Но я не думаю, что это плохо, пусть пилят, выйдет тогда, когда будет готово. Так что с волками все относительно на прежнем уровне. Сурвариум тоже. Сейчас они добавили новую карту, кстати, весьма красивую. Но по большому счету на этом все. Рендер они до сих пор не обновили до конца, погодных эффектов еще нет. А ожидать обещанные штормы или там прочего обещанного всякого разного... глупо. И вот, казалось бы, у студии хватает работы. Два проекта. Один совсем сырой, второй по факту просто на поддержке. Ведь новый контент сурву завозят совсем редко, ну хотя бы завозят. Я даже, кстати, иногда в нее играю и не стыжусь этого. Короче, работы хватает. Пусть штат и вырос, судя по этим фотографиям, почти втрое. Но и работы прибавилось. Сейчас, исходя из этой фотографии, в студии работают порядка 60 человек. Может больше, но точного числа сотрудников нет. Опять же, отталкиваясь от этого, можно сделать весьма поверхностный вывод, что и с деньгами у нее все не так уж и плохо. Возможно, это из-за издателя. А возможно, из-за того, что в сурве очень дорогой донат. Он там не совсем анальный, как говорится, но весьма дорогой. Одна донатная пушка стоит 500 рублей, а премиум аккаунт примерно 600 за месяц. Да и вообще, донатных штук в игре много. Ну и че-то я опять не туда полез. Короче, штат примерно 60 человек, и это хорошо. Вон, первое метро пилили 40 на первоначальном этапе. Но у них был всего один проект, а у этих же три. Да-да-да, три. Я еще не рассказал самую главную звездочку этого видео. Неанонсированный проект. И вот именно поэтому у меня началась истерика, которая состояла из смеха и криков «Зачем?». Значит так, захожу я на сайт Westo Games и вижу следующее. Вакансии. Кстати, они убрали русский язык с сайта, хотя еще две недели назад был, ну или может быть я дурак и в шары долоблюсь. Не важно. Важно то, что они ищут новых сотрудников. А это отличный показатель того, что деньги есть, и студия собирается развиваться. Кто же им нужен? Аж 11 вакансий на проект под названием «Fear the Wolves». Значит, они собираются его развивать и в темпе, что не может не радовать. Круто. На волков есть такие вакансии как «Environment 3D Artist», что значит, что они будут усерднее работать над окружением, что хорошо. «Level Artist» в ту же копилку. «Lightning Artist» — работа над освещением, это всегда круто. И, конечно же, «Material Artist». Я, конечно же, профан и ничего не шарю, но, возможно, именно эти ребята ответственны за амбинентную окклюзию. И ее очень не хватает в помещениях. Все помещения серые, унылые и вообще бе. Хотя, может, этим занимаются Lightning Artists? Не знаю. Но в любом случае и текстуры требуют внимания. Одна вакансия на «Servarium» есть, что тоже, в принципе, неплохо. И вот самая мякотка — пять вакансий на неанонсированный проект. Вот это неждано, если честно. Если смотреть со стороны взглядом некомпетентного человека, прям как я, то может показаться, что куда еще один проект-то. Доделайте хотя бы предыдущие. Но, возможно, я чего-то не понимаю. Вакансии следующие. «Character Concept Artist», «Light 3D Artist», «Light Character Animator», «Light Game Designer» и старший технический художник. И вот тут интересно. Во-первых, ищут лидов. Что довольно странно, неужели никто в студии не достоин повышения до лида? Ну да ладно, это не мое дело. Во-вторых, сказано, что нужны знания работы в Unreal Engine. И тут появляются мысли. Неужели очередной онлайн-проект? Куда еще? Возможно, и я надеюсь, студия делать этого не будет. Потому что если даже все вакансии найдутся искателей, то все равно народу мало. Тут весь народ будет только и заниматься поддержкой трех онлайн-проектов. Куда еще-то? Так что, в принципе, есть шанс, что нас будет ждать сингл. А вот это уже отличная новость. Конечно, они и тут могут обосраться, но не стоит забывать, что именно они были ответственны за Сталкер ЗП, который был довольно хороший. Хотя, знаете, про волков везде было написано, что это от создателей Сталкера. Но отчет на этой фотке я нашел только трех. Трех человек, которые были в старой команде Сталкера. Это Руслан Деденко, Олег Егорский и Дмитрий Ясенев. Кто другие, без понятия. Хотя, может, в штате еще есть создатели Сталкача, но они просто были нелюдимы, поэтому мы их лица попросту не знаем. Короче, исходя из моего поверхностного анализа, я делаю вывод, что они будут работать над сингл-проектом. Но это будет еще не скоро. Сейчас все мощности направлены на волков. Хотя, знаете, сейчас все работы с волками, это как мертвому припарка. Но, возможно, они все-таки что-то придумают и как-то поднимут онлайн, я не знаю, не в курсе. После окончания работы над волками, они будут пахать над сингл-игрой, но это догадки. Да и все, в принципе, может измениться, если учесть, что волки пока провалились. И мне интересно, как вы думаете, над чем они будут работать? Пишите свои догадки в комментариях. И на самом деле это все доводы, почему третий проект будет не в онлайне. Потому что если он будет в онлайне, то это уже совсем все, это просто клиника. В любом случае, несмотря на мою любовь к Зову Припяти и к чистому небу, я больше не буду делать скидки на то, что это от создателей Сталкера все, хватит. Я просто буду ждать, наблюдать, ну и все же немножко надеяться на лучшее, но больше никаких скидок и кредитов доверия. Что ж, а на этом вам все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. На Twitch можете пока не подписываться, стримов, наверное, еще с месяц не будет. А на этом уж точно все и всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok